Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа Фокус на человека. Очень часто на различных форумах можно встретить следующую фразу. Я хочу выбраться из проблем. Самостоятельно не получается. Разговоры с друзьями только раздражают, их советы не помогают. Думаю, надо пойти к психологу, но у меня нет на это денег. Всегда ли это вопрос финансов или чего-то еще? Для обсуждения этой темы я пригласила семейного системного психолога, гештальтерапевта Александрину Юсупову. Здравствуйте, Александрина! Здравствуйте! Мы с вами уже встречались. Я вам очень благодарна, что вы нашли возможность еще раз к нам прийти. И сегодня мы говорим, у меня нет денег на психолога. Он нужен, но у меня нет денег. Я понимаю, что эта тема обширнее значительно, чем она звучит в вопросе, но мы постараемся ее рассмотреть с разных аспектов. Я бы начала, наверное, с того, что как появляется у человека потребность вообще пойти к психологу, как появляются эти мысли и, может быть, намерения. И почему некоторые доходят до психолога, а некоторые не доходят. Некоторые выбирают бесплатную помощь, а некоторые бесплатно ни за что не пойдут. И пойдут, например, к платному или к дорогому, или к известному, или к популярному. Ну, в общем, как-то так. И тут же могут работать, включаться у людей разные аргументы, разные способы себя там, например, привести или наоборот, отвести от психолога. Вот, поэтому... Найти причину, чтобы не пойти. Или так хочется, но почему-то ноги не идут, что-то меня останавливает. Ведь таких ситуаций у человека бывает в жизни очень много, когда очень хочется, но почему-то я этого не делаю. Вот. И можно как бы на примере других событий в своей жизни себя поспрашивать. Вот этого я хотела и почему-то не сделала. Почему, например. Вот. Ну и... А можно пойти с этим к психологу и с ним попробовать разобраться, если у самого не получилось самому себе честно ответить на эти вопросы. То есть получается, что здесь мы как раз встречаемся с тем самым классическим запросом. Хочу, имеется в виду, пойти к психологу, но не могу. Да? Вот, да. И основание вот этой вот потребности. Например, есть какая-то сложная ситуация в жизни, и я сам так в ней увяз, или я так сильно на нее реагирую, что не могу ничего рационального придумать и выйти из этой ситуации. Вот. И нужна помощь, но вот опять же, советы друзей раздражают, поддержка дается в какой-то не в той форме, и мне становится только хуже, а не лучше, да? Сам я не справляюсь. И если ситуация такова, то можно сходить на разовую встречу с психологом. И есть такие формы, как психологическое консультирование, да? А есть, ну... Длительная терапия. А есть длительная терапия, психологическая терапия. Ну, психотерапия, покороче называют, да? Вот. И в этом есть две большие разницы. А также есть помощь психиатра, что тоже как бы не возбраняется в определенных случаях, а может даже сильно помочь и... Даже... Сдвинуть с мертвой точки, да? Да, сдвинуть с мертвой точки, да? Например, если у человека депрессия, ему точно нужно как-то себя поддержать медикаментозно. Вот. И бывают такие формы, когда это прям даже необходимо. То есть никакой психолог, ну, там, сильно эту ситуацию изменить не сможет. Ну, да. Психиатры, которые были в студии, они говорили, что прежде чем начинать терапию, нужно сначала человека вывести более-менее на какую-то адекватную норму. Да. Даже когда, ну, я проходила обучение, и нам преподавали психиатрию, психиатр, но она также еще и семейный системный терапевт. И она говорила, ну, что ты будешь с ним делать? Надо гадью эту сначала убрать. Гадью? Гадью. Таблеточками, да? Ну, и... А потом уже работать с вот этой здоровой частью. То есть иногда вот этой нездоровой части становится так много, что до здоровой уже не докопаться. Да. А работаем... А психологи работают именно вот со здоровой, обращаясь к здоровой. Вот. Так... Есть бесплатные центры. У нас... Есть они в Казани. И там работают квалифицированные специалисты. И есть, например, телефоны горячей линии, да? Ну, телефоны доверия. И есть платные услуги, так же, как и в медицинских центрах они есть, так же и в частных кабинетах. А вот. Так как же человек может выбирать? Если появилось в этом месте любопытство, и вы не знаете, стоит ли, ну, тратить на это сильно сразу много денег, то можно сходить и к бесплатному. Вот. И у нас платные специалисты или бесплатные специалисты. Много он берет или мало. Ну, то есть есть какая-то средняя цена, условно говоря, там, да? Средняя температура по больнице. Ну, там, например, от тысячи до, там, скольки там. Вот. И можно выбрать для себя именно комфортную стоимость, если вы решили обратиться к платному специалисту. Понимаешь, что мы идем на, условно говоря, пробную разовую консультацию? Можно даже так и озвучить при первой встрече, потому что психолог, как правило, спрашивает и заключает некоторый такой устный контракт с клиентом, на что работаем, с каким запросом, там, значит, как вы видите, ну, там, сколько вы готовы встреч этому посвятить, там. Может быть, мы будем работать конкретно с этим запросом, да? И когда мы его закроем, то мы с вами расстаемся, либо же мы будем передоговариваться там, да? Если выяснится еще какой-то запрос, да, в ходе работы может появиться. Вариантов много. Вариантов много. И, в общем-то, во всех видах подходов есть такой формат краткосрочной терапии. Она не хуже, не лучше. Ну, вот человек пришел с запросом, и вот заключили мы вот этот вот устный контракт, договоренность, решаем этот вопрос, примерно обсуждаем, сколько, скорее всего, потребуется на эту встречу, либо же мы идем до какого-то результата. Потом мы передоговариваемся, обсуждаем, ну, и как-то закрываем. Вот. Здесь чем это хорошо? Когда есть ясность, да, и когда есть какой-то, ну, предполагаемый, желаемый, вернее, результат. И тогда и психолог, и клиент сфокусированы на этом. Понимают, куда идти. Понимают, куда идти. Понимают, что строки, например, сжаты. И мобилизуют все свои усилия. Но здесь мы сразу обратим внимание на то, что несмотря, я правильно понимаю, что несмотря на то, что заключен контракт, допустим, на долгосрочную 10-сеансную терапию, да, ну, хотя это еще не считается долгосрочным, да, это все равно краткосрочно считается, человек, неосведомленный тонкостей хэтики, может сказать, клиент условный, а как вы, вы мне гарантируете, что через там 10-15 сеансов, как договоримся, у меня будет какой-то результат? Вот здесь вот еще такой подводный камень есть. О, я же вам говорила в начале разговора, что я сегодня специально освежила вообще все пункты вот этого этического... Кодекса. Этический кодекс, да. Психолога, вот, и там даже прям пунктом есть, что психолог не имеет права давать гарантии результата. Психолог давать не имеет права, но клиент... И спросить может, конечно. Конечно, и клиент будет ждать, он обязательно спросит, потому что мы привыкли к тому, что если мы, опять-таки, не погружены глубоко в этические нормы, то мы платим за то, что-то, за что-то, на что мы хотим получить гарантию. Мы пришли в магазин, что-то купили, и нам дали товарный гарантийный талон. Вот здесь же совсем другая ситуация, это тоже нужно объяснять. Она другая, и объясню, почему. Потому что над задачей, над каким-то вопросом работают два человека. Клиент должен осознавать, ну вот... Своё участие. Своё участие, свой вклад и свою ответственность. Потому что на встрече с психологом он час, ну или там 50 минут у гештальтистов, например, да? Если у семейного терапевта, то часа до полутора обычно принимает. А потом он уходит и живёт свою жизнь. И его ответственность за то, будет он это использовать, не будет он это использовать, будет ли он осознавать, не будет ли он это осознавать, ну там, насколько как бы он берёт то, что ему дают. Результат получают тогда, когда это обоюдными усилиями. И всё-таки есть такая штука, которая влияет, ну, например, на то, насколько это быстро, там, например, и никто не может предсказать результат на самом деле. Вот человек думает, вот я буду получать там такую-то сумму в месяц, да? Ну, вот условно говоря, я, задача моя на терапию там вырасти, чтобы я увеличил свой доход ежемесячный. И у него есть такая некоторая, некоторое представление о том, что когда этот доход увеличится, тогда я буду, типа, счастлив. Доход увеличился, например. А счастья нет? А счастья нет. Ну, вот не так я себя чувствую. Не так, как я думал или мечтал. Не так же, например, отношения с другими людьми не стали, например, какими-то другими, более доверительными или тёплыми, или ещё что-то. Как-то тут не упростилось. Да. И это же можно тоже исследовать. Вот задача терапевта — это всё-таки подсветить, как говорится, не сделать за клиента, а попробовать у него пробудить это желание, посмотреть вообще в ту сторону, увидеть, может быть, как-то по-другому свои потребности, или осознать какие-то ещё свои качества, присвоить это. Вот. Вот возвращаясь, кстати, резюмируя то, что мы с вами говорили про гарантию, да, ещё раз обращаю внимание, потому что очень яркая такая ассоциация возникает. Мы пришли в магазин, что-то купили, и пользуемся купленным товаром с гарантийным талоном в терапии. Вы пришли, заплатили, но вы не пользуетесь, а вы работаете вместе со специалистами над своей проблемой. И это ключевое. И вот здесь как раз тоже есть вопрос. И сейчас ему пришёл, купил, поставил и не пользуешься. И не пользуешься, да. И типа, ну, нет, эффекта нет. Я здесь специально... Как вам крем? Нет, эффекта нет. Нет, я не помолодела. Азюк где? Он стоит в баночке. Ещё одно. Я несколько из формов выражений, или там высказываний выписала, которые как раз относятся к теме денежных или неденежных взаимоотношений с психологом. И здесь такая фраза ещё есть, которая звучит следующим образом. Я не пойду к незнакомому человеку, да ещё и за деньги. Да, у меня есть потребность, другим словом, каким-то, да. У меня есть желание, но я не знаю, как мне быть, потому что я не могу пойти к незнакомому человеку, да ещё и за деньги. Я тоже не пойду к незнакомому человеку, да ещё и за деньги. Ну, а я сейчас объясню. Мы предварительно всё равно знакомимся. Ну, мы, может быть, там читали статьи этого психолога, или как-то знакомились с его страницей в Инстаграме. Мы как-то слышали от знакомых о том, как, ну, как это вообще, да. Ну, сарафанное радио, какие-то рекомендации. То есть всё равно есть какая-то предварительное знакомство, выбор, да. И всё равно на каких-то своих человеческих... Ну, позиции, увезения какие-то, да. Интуитивных штуках мы выбираем себе того, кто бы, ну, скорее всего, вот нам подошёл. Но это совершенно не значит, что любой психолог к вам подойдёт. И это не зависит от профессионализма или квалификации этого психолога. Ещё более того, не каждый психолог возьмётся за каждого клиента. У, в общем-то, у психологов есть свои, ну, буду говорить, наверное, у ответственных, есть свои вот эти вот зоны, где я понимаю, что здесь я буду, например, эффективнее, а здесь менее эффективнее. И есть другие коллеги, которые в этом вопросе, с этой проблемой клиента справятся лучше, чем я. Из чего формируется цена специалиста? Из чего формируется именно вот цена психолога? Ну, из того, сколько он вложился в своё обучение? Это первое и самое главное. Вот, потому что психолог, ну, вот, помимо того, что он имеет базовое образование, это там 4-5 лет, да, дальше он идёт... Спецификация, модарности какие-то. Ну, спецификация, сертифицированная специализация, это ещё там 2-3 года, и этого может быть не одно обучение, а несколько. Разные подходы. Естественно, каждый психолог, ну, там, уважающий себя, да, ответственно относящийся к своей профессии, проходит личную терапию до того, как он начинает принимать вообще клиентов, и во время, ну, в смысле, психолог всё время находится в личной терапии. Естественно... Естественно, все эти блоки, они тоже оплатные. Да, обращаются к супервизорам, это, то есть, к коллегам, которые, там, более опытным, допустим, да, с кейсами, да, своих клиентов. Конфиденциально это всё обсуждается, безличностно, чтобы, ну, работа двигалась. Также есть ещё интервизорские группы, где с коллегами идёт взаимодействие. Конференции, интенсивы, и это всё очень дорого. Это один такой большой пласт затрат психолога. И он даже, я бы сказала, бесконечный, потому что психологи, это как раз та, есть психотерапевты, такая специализация, в которой учатся пожизненно. Да. Бесконечный процесс. Ну, это бесконечный процесс, вот, и... Потом это время психолога, ну, и там какие-то такие технические моменты, как аренда кабинета, ну, и дальше, может быть, какие-то материалы, которые специалисты используют. Встречаются, ну, по-разному специалисты формируют свои цены. Ну, например, а если психолог более популярный или более раскрученный, да, то он может брать больше. Но это совершенно не говорит о том, что он более профессиональный, или, ну, там, чем тот, чем тот, который работает в бесплатном центре. И подойдет конкретно вам. Да, и подойдет конкретно вам. Есть некоторые специалисты, которые формируют свои цены следующим образом. Ну, там, например, самая нижняя граница, самая верхняя граница, и клиент определяет, сколько он будет платить. Такое тоже возможно. У нас это редко встречается, но я знаю, что такое есть. То есть я нашла психолога, у которого написано в его резюме, что цена варьируется от, ну, условно говоря, от 2 тысяч до 6, ну, условно говоря. И я как клиент могу сама предложить клиенту, психологу сказать, я смогу с вами работать вот за 3 тысячи. Да. Допустим, да. Но это обсуждать все на первой встрече, как правило. Для психолога это должно быть достаточно, для того, чтобы он чувствовал, что, ну... Он сбалансирован. Это баланс, да. И для клиента это должно быть нечрезмерным. Но и не слишком легким, наверное. Да, и не слишком легким. То есть я должен ощущать свой вклад. И когда мы, например, что-то там получаем бесплатно, мы бессознательно можем это обесценивать. Это к вопросу, почему необходимо все-таки платить? Почему это лучший вариант? Вот. Либо же, ну, обесценивать, и тем самым не брать. Ну, то есть, вот, например, если я купила баночку крема за 5 тысяч рублей, я ее не поставлю просто так на полочку, чтобы она там простояла, и я потом выкинула, когда закончится срок годности, да? Но если мне кто-то подарил, и я не знаю, сколько это стоит, и я, в общем-то, ну, как-то это, да? То тогда я могу поставить и забыть. И даже не открыть. И даже не открыть. Что со мной случалось не раз. Вот здесь очень хорошо, что мы эту сторону затронули, потому что я знаю, что у вас есть опыт работы как в бесплатных центрах, ну, типа горячей линии, да? Или просто бесплатных там центров доверия или еще что-то, и работа в частной практике, в частных кабинетах уже платна. Вот разницу расскажите, пожалуйста, как раз об этом. Во-первых, в государственных бесплатных центрах, которые у нас есть, ограничено количество времени. Ну, то есть вас все-таки ограничивают, условно говоря, вы либо... По количеству встреч вы имеете в виду? По количеству встреч ограничивают. По, там, например, одни центры принимают только школьников, и если ваш ребенок не школьник, вас не примут, например, да? Как другие центры принимают, ну, там, например, работы с беременными, ДНС, какие-то центры, где я конкретно работала, работают с приемными семьями, если вы не являетесь приемной семьей, то вам это не положено, да? Кто-то работает с малоимущими слоями населения, ну, то есть вот... А еще вот туда надо соответствовать, что ли, ну, попасть в эту градацию. Хорошо, что вообще это есть. Вот. Вот. Но если... Но есть большое но. Но есть большое но, да. Если краткосрочная терапия, либо же вот психологическое консультирование не... оно решает какие-то вопросы. Ну, то есть вы пришли что-то с этой ситуацией, пришли к психологу, что-то с этой ситуацией поделали, потом как-то это применили в свою жизнь, и, ну, вот эта ситуация изменилась или облегчилась, или как-то вот что-то. Проблема ушла, да? Но вы не поменялись. Ну, в смысле, не то, что не поменялись. Терапии не произошло. То есть вот этих вот глубинных изменений не произошло. И на месте той проблемы, которая ушла, может появиться что-то другое. Потому что никаких изменений не произошло. Да. И психотерапия, которая может привести именно к изменению качества жизни, она вот год-два у кого-то больше, вот, кто-то потом находится в поддерживающей терапии, и это выбор, в общем-то, но качество жизни, оно же, ну, не всегда измеряется количеством там, чего-то, там. Ну, да. Но что-то такое волшебное происходит внутри. Угу. Вот. За что вы платите своему терапевту? Это раз в неделю. Это гарантированно твой человек, который будет с тобой и только с тобой целый час. Это безопасность в контакте с другим человеком, что для многих вообще-то роскошь, и, в общем-то, никогда с ним не случалось. Даже учитывая родители, ну, опыт взаимодействия с родителем, это безоценочное принятие, это когда я могу довериться, и меня выдержит другой человек в любых моих состояниях. Вот, сейчас, злость, страх, нежность, радость. Вот это мы отследили, вот прям буквально в последние дни, ну, я это обсуждала. Что радость другого человека выдерживать надо. Что радость другого человека выдерживает. Господи, свою радость ещё не всегда выдержишь. Вот, и вообще, как удерживаться в контакте, в отношениях с другим человеком, как видеть его. Возможно, там, ну, у вас есть какой-то свой опыт, когда вы говорите с подругой, а понимаете, что она вас не слышит, она просто ждёт к своей очереди, когда она вам выскажет, ну, там, какие-то свои проблемы или переживания. Это классическое, а у меня. А у меня, да. А у меня, а у меня, и каждый там проговорил, и три часа проговорили, но даже и не встретились, если честно. Вообще друг друга не увидели. Пересказали, что произошло, и на этом всё. Не увидели, вот это хорошо вы заметили. Не увидели и не встретились. Вот этот вот эмоциональный контакт не произошёл. И уходишь с такой встречи с подружкой иногда в разочаровании. Апустошённой, да. Да. Ну, то есть я не встретилась. Не то, что не в плюсе, и не в нуле даже иногда в минусе. Иногда и в минусе. Потому что всё-таки ожидание было, что встретиться. Разочарование. Я ждала там, что меня там увидят, услышат, со мной разделят. А нет, потому что у неё своего там целый ворох. Это вот, кстати, ваше замечание сейчас было, собственно говоря, ещё и ответом на следующий вопрос, вернее, на следующую реплику из форума, которая звучит примерно так. За что им платить-то я и сам так могу? Ну, то есть я могу выслушать вот это вот иллюзорное представление, что я могу послушать, я могу то, я могу сего. Ну, мы все можем послушать, у всех у нас в большей части есть уши. Ну да, мы можем послушать. И вот вчера буквально мы с коллегой обсуждали, там, можно ли научиться психологии, но все так могут. Научиться можно всему. Вот я когда-то захотела выучиться на инженера, я выучилась. Ну там, вот, или там захотела выучиться на бухгалтера, ну, я выучилась. Выучиться можно на кого угодно. И можно работать психологом, на самом деле. Но это плюс ещё, почему вот профессионализм, это в том числе не только знания, но ещё и навыки. И не только навыки, но ещё и личная терапия. И не только личная терапия. Ну, ещё, короче, вот это всё. Потому что замечать себя, замечать другого, это приходит с опытом, с нарабатыванием вот этих навыков. И очень небыстро приходит. И очень небыстро. А навыки вообще быстро не нарабатываются. Это же многократное повторение. Не всегда даже получается, ну вот там, даже профессиональному, опытному специалисту заметить себя в моменте. Заметить другого в моменте. А если это один момент на двоих, это же надо вот так вот, раз, а потом ещё это как-то вынести в контакт. И что-то с этим обработать. Представляете, да, мы сидим на сеансе, и вот этот магнетизм одинаковой ситуации, вот его вот это вот, когда притягивает, это уже очень тяжело разорвать. И вот это как раз к слову о том, чем ещё сессии отличаются от просто разговоров на кухне с подругами. Да, вот это вот там, если у тебя нет образования, нет понимания, что происходит и что с этим делать, то ничего не получится. В лучшем случае ноль будет. В лучшем случае. Ну да, но это к тому, что психологи, это не волшебники какие-то. Это просто люди, которые когда-то это для себя выбрали, и работают, и копают. Ну вот, ты прям иногда чувствуешь, как это физический труд. И вот тут название относит эту профессию терапии, психотерапевт, психолог к помогающим профессиям. И здесь это можно расценивать буквально. Именно помощь, потому что основная работа всё-таки заключается в том, чтобы сам клиент, сам человек, заявивший о том, что ему эта помощь, а начал работать сам. Как мы говорили с вами уже, баночку эту взял, открыл с кремом и что-то там с ней сделал, куда-то нанёс. Оплата же, она ещё имеет вот эту вот функцию про то, что когда я прихожу к психологу, да, я плачу за его время, там ещё за что-то, за вот эти вот свои штуки, и потом я ухожу с чувством, что всё, я ничего не должен. И это такая встреча с два взрослых человека, договорились, каждый получил только то, что хотел и разошлись. И вот тем, и вот эти вот отношения между терапевтом и клиентом, ну, тоже имеют свою особенность, и различия между отношениями подружки и подружки. Как вариант. А тут два взрослых человека, у которых есть конкретная договорённость, и они в этих договорённостях удерживаются, вот. И... А у подружек, ну, там... Даже если это был бесценный совет, это просто грандиозно что-то такое, а другая, скорее всего, не сможет это взять, вот, что-то с этим сделать, потому что там вот сильно всё размыто. А здесь так я пришёл и концентрированно там что-то такое для себя взял, ушёл, и я знаю, что я смогу там возвращаться, и это тоже организует, и это взращивает вот эту взрослую паразицию про ответственность. Ну, там. И вот здесь хотелось бы ещё обратить внимание на то ваше, и чтобы вы ещё немножко слов добавили по этому поводу, что когда мы говорим кому бы то ни было и себе, что у меня нет денег на психолога, мы даже не понимаем, что в это же время у нас есть деньги, допустим, на что-то другое. Это может быть, да, ну, список огромный, там, сходить на маникюр, там, я не знаю, купить какой-то тортик, там, ещё что-то, да. То есть что-то, что-то, тратим деньги на что-то, что нужно, в общем-то, тоже для тебя, чтобы какое-то гармонизировать какое-то состояние. Но почему-то глобально ни тортики, ни ногти не помогают тому, чтобы что-то, какие-то изменения в жизни происходили, да. То есть я хочу сказать, что когда есть ситуации, когда человек отказывается именно вкладываться в психолога, при том, что деньги есть, но они уходят на другое. И вот, возвращаясь к тому, о чём мы в самом начале говорили, да, если я не вкладываю в это, почему не могу, о чём это для меня? Ну, для меня это в первую очередь за то, что я вообще не знаю, чего от этого ждать. Вот. Я ещё не осознаю потребности в этом. Но если я никогда там чего-то не пробовал, то я не знаю, что я могу от этого получить. Ну, это может быть ещё же как страх, как сопротивление, тому, что могу без каких-то изменений. И, да, вот, например, есть у меня одна знакомая, которая у меня уж несколько лет говорит, да, надо пойти к психологу. Несколько лет? Да. Я ей уже давала, значит, телефоны, ну, там, своих коллег. Она говорит, нет, не пошла. И недавно она мне осознаётся, и она говорит, слушай, говорит, ну, страшно же. Ну, страшно. А вдруг что накопают? А я же знаю, что накопают. И надо будет что-то с этим делать. Что я буду делать с этим выкопанным мамонтом? Да, да. А пока она работает 24 на 7. Прекрасно. Ну, вот. Я говорю, ну, молодец. Ну, молодец. Ну, то есть, есть разные способы сбежать. Ну, это у неё работа. Это хоть деньги приносит. Ну, вот. Понятно. И это страшно, действительно, встретиться со своими какими-то теневыми частями, возможно, с какими-то, ну, сложными переживаниями. Есть такая штука, представление, что вот я пойду к психологу, и сразу будет всё хорошо, и мне станет легко, светло и радостно. Сейчас прям не станет. Сначала будет тяжело и больно. Скорее всего. И, ну, там, и сопротивление, и вот эти вот все переживания. И, возможно, вот те слои, которые вы там уже вытесняли, вытесняли, прессовали, прессовали, через вот это вот принятие, через безоценочное присутствие, они будут в этой безопасной обстановочке подниматься, 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 подниматься. И, скорее всего, ваше состояние сначала, ну, ухудшится. Ухудшится, да. Как говорят, что при лечении сначала происходит обострение. При любом случае. Сопротивление, защита — это то, что, возможно, в какие-то моменты помогло нам выжить. Да. Было обосновано, принято. Но вот сейчас мы живем-живем, ситуации, обстоятельства изменились. Люди вокруг нас изменились, мы изменились, а защиты те же. И вот уже что-то не то. Вот уже хотелось бы по-другому. И как это, как перерождение доброкачественных клеток, злокачественные, те защиты, которые нам помогали, они сейчас... А сейчас уже мешают, вредят, например, вот. Можно сказать, убивают. Поэтому люди чаще всего и появляются, что вот эта вот потребность, ну, что-то изменить в своей жизни. Я не очень за то, что изменить себя, ну, как гештальт-терапевт, всё-таки я не про изменить себя, а про узнать себя. И вот это тоже часть терапии, и это тоже то, зачем я лично хожу на свою терапию. Узнать и принять. Узнать себя, ну, вот присвоить себе какие-то свои части, разглядеть их. Да? Когда мы с вами говорили о вариантах бесплатных услуг, ещё есть такой же вид, его не очень много, но он есть. Когда вчерашние студенты начинают, выходят в практику и начинают либо вообще с бесплатных, либо, ну, с такой мизерной цены, минимальной, что она как бы под силу любому человеку. Но тут, получается, есть тоже свои риски, да? У человека пока нет опыта, и тут каждый решает для себя, опять-таки, подходит мне это или нет, да? Но такой вариант есть. Такой вариант есть. Он реально присутствует. Особенно в соцсетях. В соцсетях, да? Да. Такой вариант есть. Мы, например, ну, как бы я сама так училась, мы приглашали себе клиентов, но мы сразу говорили, что мы студенты, ну, то есть мы разделяли эту ответственность, если что. Да, конечно. Мы студенты, мы там учимся, мы вот на таком-то году, значит, и мы принимаем бесплатно, ну, или там за какую-то символическую плату, чтобы это хотя бы окупить аренду кабинета. Люди под это соглашались, и потом мы эти свои встречи, обычно мы их записывали, ну, составляли по ним либо кейсы, либо протоколы, и на этом учились. То есть наш супервизор нам давал какой-то отклик, и мы так оттачивали свои навыки, мастерство. Ну, с разрешения участника этого кейса, с участника разговора. Да, естественно, это все обговаривается в начале. Но опять же здесь про тот баланс, который здесь соблюден. Да, я возьму с тебя минимальную сумму денег, но я буду на тебе учиться. Хорошо, но это тоже, опять-таки, каждый решает для себя, подходит, не подходит. Ну, если уж вообще, что называется... А, кстати, для студентов еще есть студенческий вариант, как, например, в Казанском федеральном университете есть своя психологическая клиника, и там студентов и сотрудников принимают бесплатно. Безусловно, есть очередь, но она есть. Ну, и опять-таки мы с вами тогда опять упремся, а надо ли вообще бесплатно, куда бы то ни было ходить, да? Очень такие все обоюдоострые вопросы. У меня есть опыт, когда я себе, ну, делала три волонтерских места, вот. Вот, и одна девушка была из другой страны, и вот в связи со всеми этими событиями она просто, ну, технически даже не могла мне платить. Вот, ну, и у нее была там острая ситуация, и ей сказала, я говорю, ну, слушай, я могу тебя принимать, я сейчас учусь, мне нужно, значит, написать кейсы с десяти встреч, на десять встреч мы с тобой договариваемся, это будет для тебя бесплатно в одно и то же время, вот тогда-то, тогда-то. И несмотря на то, что мы до этого говорили, что это как будто может быть помощь обесценится, вообще ничего подобного. То есть, ну, это прям была работа с ее стороны. И вот это то, что разделение ответственности, и я беру на себя ответственность за успех этого предприятия, условно говоря. Она приняла участие в вашем обучении, и вот в этой ее доле ответственности, как раз ее доля, она, мне кажется, как вариант, и заставила ее вот серьезно отнестись к этому, как будто она платит вот этим, да? Ну, да, это было такое вот обоюдно выгодное сотрудничество. У меня не было ощущения, что меня, ну, что я израсходовалась задаром, в смысле, да? А у нее вот, ну, тоже, как бы не было ощущения, что она должна мне, а не отдает. Важно действительно осознать там, например, свою потребность, да? Если вы чего-то не знаете и не понимаете, как вам это может помочь, есть бесплатные, ну, учреждения, службы, специалисты, которые вам подойдут в пацановой категории. Понять, что это такое, не попробовав, вы не узнаете. И есть вариант, когда у меня острая тяжелая ситуация, и мне что-то нужно с этим делать и решать, это есть короткосрочная терапия или разовое даже консультирование. Вот, а тогда, когда есть запрос на то, что я хочу вообще познакомиться с собой, я хочу узнать, как я так строю свои отношения с другими людьми, и мне хочется, например, какой-то, ну, там, другого качества эти отношения, то это в долгосрочную терапию, вот. Я бы, наверное, от себя добавила, что вашу мысль, которая прозвучала в самом начале, что раз и появилась потребность в обращении, в контакте с психологом, надо, наверное, обратить внимание на это раз, посмотреть, сколько времени длится уже эта потребность, да, и она, соответственно, не реализуется, и уже можно начинать там с бесплатного, а потом переходить к платному, то есть поисследовать себя, и самое главное, обратить внимание, что раз я внутри себя заговорила или вслух про то, что мне нужен психолог, наверное, это не просто так, имеет смысл, ну, заклинуй туда поглубже. Да. Ну, и то, что психолог, все-таки он работает со здоровыми людьми, ну, или он работает в тандеме с психиатром, если там есть какие-то клинические, ну, изменения. Ну, мы сразу можем сказать, что психолог может определить, что эти изменения, допустим, есть, и сразу переправить человека к психиатру. Ну, это, да, ответственность психолога сказать о том, что, ну, там, давайте сначала психиатру, чтобы как-то и у меня есть некоторые размышления о том, что вам было бы полезно, вот, а потом приходите ко мне, например, на терапию. Можно ли сказать, ну, думаю, что можно сказать, что работа с платным психологом, это тоже про бережное отношение к себе, про уважительное, бережное отношение к себе. Да. Сколько я готов заплатить денег за то, чтобы у меня произошли какие-то такие изменения, и моя жизнь, например, стала лучше, или я стал себя, ну, как-то, чувствовать более удовлетворенным своей жизнью. Как это пишут, переносить себя стал. Да. Ну, вот, мне кажется, мы достаточно много рассказали сегодня возможности, объяснили те вопросы, которые, как правило, те моменты, которые, как правило, вызывают вопросы. Нашим зрителям будет о чем подумать и куда сходить, к кому обратиться. Александрина, спасибо вам большое за участие в передаче. Используйте свои возможности. Ну, всем хорошего дня или хорошего вечера. До новых встреч. С вами была программа «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok